всем привет это такое экстренное включение у меня напротив меня мост мост красивый очень море и всего еще очень много связи с чем я подключаю сегодня вот таким образом пока спешила по делам вот город керчь сейчас обращаюсь к жителям города керчь это это невозможно описать словами вот только на днях ко мне бежали здесь собаки беляли хвостом я была тогда без корма было уже совестно керчи вообще крым из животных состоит бездомных и я вернулась в магазин купила кстати хотела ролик о благодати записывать христианский ничего не записала в тот день потому что я вернулась магазин ну и потом так дальше еще одну собаку мы встретили у которой спится и она на трех лапах познакомилась хозяйка хозяйка ее 10 уже кошек спасла то там демодекоз то там охлаждение что-то еще и так далее так далее это долго вот но я к тому что вот есть такие люди а есть оказывается параллельно совершенно иной народ который травит собак травит животных это треш я сейчас встретила свою знакомую женщину тогда мне рассказали пока я кормила этих двух собак они с недоверием ко мне отнеслись я потом поняла почему 12 собак здесь траванули и вот на соседней улице буквально в соседнем углу где я нахожусь даже живу проживаю снимая жилье вдруг оказывается что вот не моя знакомая бабушка подружка моя у нее очень много хотят там кошки и так далее и и во дворе этот двор через который я всегда хожу там собаки мирно отдыхают в жару крымскую как говорится вечерами они гавкают но они не нападают ни на кого они просто когда в темноте проходишь свою так скажем обозначать территорию все не более того то есть я здесь уже в районе пяти месяцев и вот я сегодня и встречаю по пути пока шла в магазин за продуктами она рассказывает мне что отпаивала пыталась спасти собак у которых вот а их трясет они были отравлены чем-то их трясет у них кровь может быть или пена изо рта и даже продолжать не хочется что там происходит и как люди могут но могут знаете но получается что могут так вот у меня обращение к таким людям там всего осталось теперь три собаки было гораздо больше вот она отпаивала молоком с чем-то не смогла их короче откачать они умерли не обращение напрямую знаете к вашим сердцам у вас есть огромная проблема друзья без покаяния не будет оправдание перед господом не думайте что вас спасут дома спасут машины автомобилист один интересный ваш ваш там код поцарапал мне машину кто тебе сказал что это был код во первых даже если по корябов слушать а такая жесткая привязанность к вещам что корябка на машинке тебя выводит из себя но подумай почему и ты знаешь все равно придешь к такой ситуации что больше будет погрешности знаешь в твоей жизни гораздо больше придется все равно отлепляться наш дом он не здесь наш дом на небесах на самом деле смерти две они существуют смерть не одна вот и да мы хорошо захвачены вот этими мирскими вещами физическим миром и наш ракурс с бога уходит на непонятно на что на что на на потребление вечное потребление вещей вечное потребление там я не знаю посуды дома быт и да девочки меня поймут как бы я же тоже такая я же тоже такая вот была пока миссионером не приехала в керчь господь занес и господь занес и уехать не могу хотела уехать а не могу и и уже и не хочу потому что но это трэш я буду говорить на эти темы я буду освещать эти темы я мечтаю встретиться с этими людьми сказать вам покаяться господом пора покаяться без покаяния не будет вам оправдания вы здесь будете ходить под проклятием сегодня вы и собак завтра то что вам дорого и все этот мир так устроен что посеет человек то будет пожинать вы ничего никому не докажете вот быть порабощенным злостью это тоже ни к чему никогда не приведет вот вот такое видео короткое вот не очень сладкое я точно не собираюсь ни в ком вызывать чувство вины потому что это позиция христианское осуждение да мы не имеем права судить мы не знаем что вы проходите но совершенно точно точно я могу сказать и заверить что однажды открыл мне святой дух без покаяния нет оправдания то же самое мы делаем на мирском суде когда я была в присяжных и мы судили убийцу матери одной девочки вот господь начал говорить мне мы судили долго в течение полугода до нас присяжные оправдывали его вот и и две стороны и та сторона плачет страдает и вроде как тот выйти хочет вот но я видела там нет оправдания вот когда господь мне сказал что без покаяния нет оправдания я поняла но это это и есть божий принцип это принцип неба это в принципе принцип всего христианства вы ходите под проклятием вот автоматически сверхъестественно вы получаете благословение после элементарного покаяния пред Богом а я знаю немногие люди готовы покаяться пред Богом ну то есть дух гордости такой дух гордости самоправедность упование на свои силы или я не знаю я не знаю ну вы посмотрите вы вокруг просто оглянитесь а кто это создал если не Бог для атеистов я сейчас говорю а кто если не он я извиняюсь но здесь ладно камень кто-то этот из людей приложился а море которое а спереди меня сейчас не могу вам его показать это запрещенка на данный момент поверьте оно прекрасно бирюзовое зелень цветы времена года что об этом говорить вы никогда об этом не думали сомневаюсь так что вот вот такое у меня обращение к людям а я мечтаю я мечтаю увидеть этих людей честно я молюсь за это я хочу вас увидеть правда и поговорить с вами вот кого я могу коснуться дистанционно значит я буду дистанционно и в том числе да и молюсь я за ваши сердца сейчас чтобы вы снизошли как однажды Господь снизошел до вас до вас хотя вы все в грехах утопали вот снизошел и взял ваши грехи с собой на крест поэтому вы можете иметь характер Иисуса вы прежде не хотели но вы можете и возьмите его пожалуйста потому что ну это никуда не годится вся эта помойка керченская которую я вижу это никуда не годится это средство правда и это сделали люди но не Господь так ее не будем выражаться понимаете такой безупречный красивый город въезд в Крым первичен и просто я я смотрю тут же наипрекраснейшая природа тут же просто помойки но откровенно говоря и это делают люди на шикарнейших пляжах маяк возьмем маяк я вас умоляю пожалуйста но Иисус никогда не был свиньей вы дети Христа но никогда он не был свиньей ну возьмите кто на машинах я туда без машины приезжаю кормить собак и так далее ну возьмите пожалуйста по одному пакету оденьте перчатки заберите с собой по одному пакету прекратите даже если там кто-то накидал но возьмите с собой в багажник пару пакетов вывезите их в баки которые в городах откуда вы приехали не знаю я частенько ездила на маяке ну как так ну как так рядом невероятнейшей красоты ферма со страусами спускаешься на пляж маяк и видишь трэш картину думаешь господи ну как так можно а ведь это все внутри изнутри идет снаружи вот не наоборот потому что для вас на самом деле прекрасную картину бог нарисовал вот но пользуетесь ли вы его благословениями пользуйтесь его благословениями прежде всего его характером прекрасным чудесным характером вы можете быть добрый вы можете быть милостивы вы можете процветать вы можете помогать вы можете через покаяние вы все сможете с божьей помощью так это дело оставлять нельзя но это не порядок это не порядок в вашу жизнь не будут приходить благословения когда вы будете травить животных таким образом никому вы ничего не докажете а ваше дело все будет только усугублять это но вы кормите сатану тем самым в своей жизни вот и все вы не травите собак вы кормите бесов и сатану вы кормите вот и все и соответственно в вашей жизни они и будут вам помогать вот надеюсь вы догадываетесь как они помогают так что люблю обнимаю надеюсь на вашу мудрость вот такое дело всем пока ребят всем пока всем пока всем пока